Привет, друзья! Привет! Сегодня у меня в гостях Алла, вы ее уже знаете по роликам, которые мы снимали раньше. Алла тренировалась у меня целый год. Она пришла ко мне за знаниями именно о силовом тренинге. До этого она тоже уже довольно давно занималась. В процессе года наших тренировок Алла сдала на очень серьезный сертификат, специализированный тренер, не только по занятиям в тренажерном зале, но и по питанию ты теперь, да, у нас специалист? Да, фактически у меня два сертификата. Я специалист по персональному тренингу, сертифицированный американской организацией ACE, American Council of Exercise, и также я являюсь спортивным нутрициологом. У той же организации я получила второй сертификат, потому что питание мне интересно точно не меньше, чем тренинг, а возможно даже больше. В основном девочкам, конечно, интересно в первую очередь питание, потому что вы знаете, что питание – это основное. Можно изменить свое тело, даже только изменив отношение к питанию. И обратно, нельзя изменить свое тело, не изменив отношение к питанию. Тренинг – это хорошее подспорье. Тренинг – это хорошо для тех, кто хочет, чтобы мышцы были в тонусе, я думаю, все хотят. Но именно когда мы говорим о важности похудения, избавления от жировых накоплений, здесь, конечно, на первую очередь выходит питание. С этим никто не поспорит. Почему я позвал Аллу поговорить? Потому что многие говорят, что предоставляешь информацию только, к примеру, заговоренную, кому что нравится, кому что не нравится. Алла сегодня вам расскажет о том, что ей нравится в моем подходе к тренингу, что ей не нравится, с чем она согласна, с чем нет. Надеюсь, она это обоснует, конкретизирует, что, почему. Но самое главное, мне нравится Алла закончила не просто курс, а это серьезное обучение, очень серьезная компания, которая выпускает свой журнал, они проводят исследования постоянно. Алла делала уже ролик, вы видели его предыдущий. И они постоянно, постоянно в теме, держат руку на пульсе, и постоянно всех тех, кто прошел через ихнюю школу, они оповещают о новой информации, о новых изменениях. И это очень важно, потому что современная наука не стоит на месте. Ну что, давайте вернемся на год назад. Я помню Аллы муж, Максим, привел Аллу ко мне в зал, ездить ей далеко, 40 минут, да? Ну да, по пробкам 45 минут, так точно. Сейчас у Аллы уже свои ученики тоже есть, но мы постоянно, постоянно не стесняемся делиться информацией друг с другом, учиться друг у друга. Я тренировал Аллу, Алла со мной делится и спрашивает о многих вопросах. У меня есть тренер Густаво Баделл, я тоже не стесняюсь, учусь у него. И вот так вот мы все друг с другом делимся информацией. Еще мы очень дружим с моей напарницей по проекту Эллой, которую тоже очень много подчеркнули, и она с нами делится. А мы уже делимся всем этим с вами. Но вернемся к тому, с чего все начиналось. Алла пришла, и она практиковала в основном многоповторный тренинг, да? Ну да, и этому была причина. Это не потому, что я считала, что силовой тренинг неправильно, или что-то не так с ним. Была этому причина моя спина. Мы это как бы никогда не обсуждали, но на самом деле у меня есть проблемы со спиной, особенно в шейном отделе. Я еще люблю сноуборд, вот это у нас с Егором тоже общее увлечение. И когда-то я прочесала хорошо так спиной склон в Карпатах. А перед этим, когда я еще только училась на сноуборде, я, наверное, все, кто сейчас катаются, у меня поймут. Несколько раз хорошо упала на попу, не одев перед этим защиту. И, в общем, с копчиком, соответственно, тоже есть дело. Есть проблемы. И как только я начинала чуть-чуть тяжелые, с тяжелыми весами работать, я сразу свою спину чувствовала. Но здесь, извини, перебью тебя, нужно отметить, что у тебя еще сколиоз из-за того, что ты играла на скрипке в детстве. То есть проблем на самом деле много. Многие вообще находят в этом отговорку, чтобы не заниматься. Алла молодец, она нашла в себе силы, не побоялась, стала заниматься. Надеюсь, тебе стало лучше от того, что ты тренируешься. Да, мне стало лучше. И как бы, если возвращаться все-таки на год назад, почему я вошла именно к Егору, как к персональному тренеру, потому что я перед этим была у врачей, не буду сейчас рассказывать детали, где. Достаточно ведущих специалистов, мануальных терапевтов. У нескольких я была и в Москве, и в Киеве. И мне никто из них по большому счету не запретил заниматься. Но все говорили, что нужно это делать правильно. И как бы они объясняли, что в основном запрещают людям заниматься не потому, что нельзя, а потому что проще сказать, проще запретить вообще, чем быть уверенным, что человек это сделает правильно. Я посмотрела ролики Егора, посмотрела гимнастики, которые дают. Во многом это перекликалось с тем, что я знаю из йоги, потому что у меня еще 7 лет йоги, практики. Это во многом перекликалось с тем, что мне говорили мануальные терапевты. И я как-то почувствовала уверенность в том, что человек знает, что делать в тренажерном зале с другим человеком, у которого больная спина. У меня самого такие проблемы. Да, поскольку у него самого такие проблемы. И я как бы решила поработать с ним, потому что я действительно очень хотела работать в силовом режиме. Почему? Потому что я видела, что мои мышцы прогрессируют очень слабо. Я занималась очень много, очень много дней в неделю. Были периоды, как просто, как сумасшедшая, как сумасшедшая, по 6, по 7 дней в неделю особо прогресса не было. То есть я понимала, что мне нужно наращивать льса. Соответственно, поэтому пришла к Егору. Благодарна безумно за то, что принял на себя эту ответственность. Потому что сейчас, как тренер, я понимаю, что взять и вести человека с проблемами со здоровьем – это большая ответственность. Это нужно быть очень уверенным в своих силах. Это нужно брать риск и за себя, и за человека. Чувствую я себя действительно лучше. Я делала гимнастики, и не только те, что показывал мне Егор. Я делала специальные гимнастики для шеи. То есть я из разных источников черпала. Вот как Егор абсолютно правильно говорит, что мы все учимся друг у друга. Что-то я узнала у Егора, что-то мне подсказали другие специалисты. Я это все скомбинировала, нашла то, что работает для меня. Сейчас я занимаюсь уже достаточно серьезными весами спустя год. Вот буквально сегодня делала и становую, и присед на 75 паундов. Ну, это не важно. Скажи, людям будет интереснее, насколько примерно у тебя в процентах выросли веса в приседаниях, в становой тяге за год. Ну, я думаю, что раза в полтора, в два так точно. Даже в два раза выросла? Думаю, да. Просто, понимаешь, мне тяжело сравнивать, потому что я раньше даже не отслеживала, какие веса я беру. У меня цели такой не было. Но мы же с тобой ведем тренировочный дневник целый год. Мы можем посмотреть с тобой, да? Можем посмотреть, да. Сколько ты начинала? Чего вспомню. Где-то в два раза примерно, да? В полтора точно. Да. Ну, наверное, не в два все-таки. И чего-то там я тягала. А были ли у тебя, вот людей многих будет интересовать, какие-нибудь обострения или проблемы вот за этот год, когда ты начала именно с силовым тренингом тренироваться? Когда-нибудь чувствовала ли ты, что тебе стало вот хуже в спине или только лучше? Были проблемы, и ты о них знаешь, и были проблемы на самом деле по моей собственной вине. Ну да, не из-за тренировок. Не из-за тренировок, по моей собственной вине мы делали пресед как в машине, если помнишь. Егор ходил вокруг меня, и я дурная привычка девчачья, когда тебя снимают на видео, посмотреть в камеру. И я с хорошим весом на плечах, вокруг няня преседа, повернула шею и травмировала себе шею, еще больше, как бы, усугубила ситуацию. О чем мы вам всегда говорим? Никогда не крутите руку. Да, поэтому это не вина Егора, не вина силового тренинга. Это моя вина. Я знаю, что это нельзя делать, и тем не менее, да, это случилось. Поэтому от этого никто не застрахован. Ребят, когда вы идете в тренажерный зал, вы понимаете, что где-то вы рискуете. Но поверьте, вы рискуете не больше, чем вы садитесь за руль, или чем вы идете просто по лестнице, если вы работаете с грамотным специалистом. Или вас обучил технике грамотный специалист. Потому что, вот действительно, это ключевое. Если вы не знаете, как выполнить упражнения серьезным весом, лучше не выполняйте. Да, и была проблема, ты вроде ездила тоже на горнолыжных курорт, опять долбанулась там, насколько я помню. Да, 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 кстати, да, я уже даже забыла. Да, да, были проблемы, но это травмы. В общем и целом, даже вот эта у меня ситуация шеи, она произошла осенью. То есть сейчас у нас лето, прошло чуть больше, чем полгода. Уже меня шея беспокоит очень редко. Только если, опять же, я где-то нарушу технику немножко, где-то возьмусь за больший вес, чем стоило бы немножко неаккуратно. В общем, основной вывод, который я вам могу дать из своей ситуации, вот погоду, силовой тренинг – это хорошо для вашего здоровья. У меня даже мануальные терапевты, которые меня наблюдают все это время, мне один человек, я его не спросила, а что мне делать? Он говорит, а то, что вы и делаете, у вас хорошо развиты определенные группы мышц, которые снимают нагрузку, да, с моего позвоночника, помогают мне ходить ровно, правильно, сидеть правильно. И это, по большому счету, он говорит, самое лучшее, что вы для себя можете сделать. Кстати, здесь обратите внимание те, у кого сколиоз, ведь многие из вас ставят крест на силовом тренинге, на приседах, на тягах, и доктора вам говорят, что вам нельзя вообще ничего поднимать тяжелого. Но вот скажу я со стороны, наблюдал постоянно за Аллой, и в течение года, особенно вот у людей, у кого сколиоз, это же немножечко и мышечный корсет, тоже неравномерный по телу. И у Аллы были такие, особенно вот когда жали гантели, к примеру, вверх, у тебя было немножко то плечо одно выше, то ты неравномерно держала, и в течение года это все выравнивалось, выравнивалось, и сейчас у тебя практически, несмотря на сколиоз, уже гораздо качественнее получается выполнять само упражнение. Я надеюсь, тебе со стороны виднее. Ну да, но ты же тоже видишь, мы же снимаем иногда. Кстати, обращайте внимание на эту подсказку, снимайте себя со стороны на видео. Поверьте мне, столько людей пишут в личку с благодарностью об этом совете, потому что попробуйте просто, вы сами почувствуете, насколько это... Объяснить сложно, это вот представьте себе, что вы самообучающийся робот. Вот сколько бы вам что-то не говорили, вы вроде бы понимаете все, когда делаешь, продолжаешь совершать определенные ошибки. Стоит один раз увидеть себя со стороны, вы как будто программу у себя поменяли в голове, и вы уже потом эти ошибки не делаете. Я не знаю, как это объяснит наука, но это факт, друзья. Ну хорошо, давайте тогда поговорим, к примеру, с чем ты согласна сначала, скажи, что тебе понравилось в тренинге, ты уже рассказала. С чем ты согласна? С чем я согласна, но с тем, что действительно, вот, то, чему действительно я научилась от тебя, и до сих пор мне это тяжело дается. Я любила всегда суперсеты, я очень не любила стоять в тренажерном зале просто, то есть я всегда убирала телефон, одевала наушники, и я бегала между тренажерами. Как будто торопишься куда-то, да? Да, как будто бы, даже если у меня было нормально времени, но мне казалось, что пускай у меня там 45-50 минут тренировки, но я должна все 45-50 минут заниматься. Я себе отдых давала только тогда, когда уже приходилось просто. И, как бы, Егор меня научил, обучил тому, что нужно выдерживать паузу, нужно брать интервалы отдыха. И сейчас уже, как бы, обучившись, я понимаю, что это действительно так, я понимаю, почему их надо брать, эти интервалы отдыха. Они могут быть разные, в зависимости от вашей нагрузки. И я просто даже, вот, в процессе тренинга я наблюдаю, что вот, когда мы работаем с большими весами, да, на 8, на 6 иногда даже повторений, в интервалы, если это 6-10 повторений, и я не отдохнула хорошо после следующего подхода, я чувствую, что мне тяжело, я его не могу выполнить, я не пойму, почему, это же мой вес, я же его делала. Чуть-чуть больше постояла, дала себе не минуту, а 2 минуты отдохнуть, я следующий подход уже выполняю. О чем это говорит? О том, что действительно отдыхать нужно, и если вы выполняете больше повторений, с большим весом, после хорошего отдыха, вы даете больше стресс вашим мышцам, вы прогрессируете. Если для этого нужно постоять полторы минутки, но нужно цепить зубы и постоять, хотя мне до сих пор тяжело, я такая вот вся, мне надо куда-то бежать. Нужно понять, что силовой тренинг это не аэробика, вы должны четко понимать, что и зачем вы делаете. Да, вы должны понимать, зачем вы пришли, какая у вас сегодня тренировка. Обратите внимание на то, что говорит Сулуянов, вы просто за короткий период времени не сможете восстановить ни АТФ, ни креатин, фосфат свой, и сама тренировка получается бессмысленной. Вы, наоборот, разрушаете свои миофибрилы, а не строите их, то есть получается как бы регресс, а не прогресс. Котополизм, а не кокотополизм. Еще как бы такой момент, хотелось бы отметить в тренинге с Егором, что это, наверное, и плюс, и минус, вот давай, то, что мне подошло, потому что я человек очень упорный, если у меня есть цель, я буду ее добиваться, и как бы мне хватит на это желание, усидчивость. Я очень усидчивая, мотивация, да, но это я такая. Не все такие, поэтому вот то, что хорошо в тренинге Егора, то, что мне подошло и мне нравится, небольшой набор упражнений, но они все достаточно эффективны. То есть если постоянные подписчики мои или Егора, следите за нами, то видите, что у нас фактически у меня три основных тренировки. Мы делали много разных, мы делали и промежуточные, и медленные, да, то есть мы вставляли в мой тренинг и другие тренировки, но базовых, вот тренировки основные, вокруг которых все строится, их три. Там набор упражнений, ну если сейчас убрать экстензии, гиперэкстензии, да, про которые уже Егор, я думаю, во всех деталях вам рассказал. Достал, наверное, все. Хотела сказать, прошу жалуши. Не сказала, молодец. Так вот, если убрать вот заминки, разминки, экстензии, гиперэкстензии, там, в разных вариациях, то основных упражнений не так много, да, это приседы, это тяги, либо румынка, либо мертвая тяга, это определенный набор упражнений с гантелями, русские наклоны, все. И я как бы по тому, как я меняю, подтягивание и брусья, да, потому как бы, как мы идем по этим упражнениям, и какой я вижу прогресс и весах, и в том, как меняется мое тело, я понимаю, что да, этот набор упражнений очень эффективный. Но для многих я понимаю, что это было достаточно тяжело, морально тяжело, скучно, рутинно, вот это все выдержать. Поэтому, ребят, я вас к этому не призываю, я считаю, что эффективно будет, если вы сделаете спорт большую частью своей жизни навсегда. Если вы будете заниматься, выполнять 5 самых эффективных в мире упражнений из неделю в неделю, и через 3 недели вам захочется все это бросить, то замените, возьмите менее эффективное упражнение, но разнообразьте свой тренинг, да, попробуйте что-то новое, попробуйте вставить какие-то элементы из других течений. Ну, мне вот плеометрика очень нравится, я иногда, когда занимаюсь без Егора, бывает такое вот в этом зале, кстати, который вы видите, сейчас Егор у меня в гостях, я вставляю какие-то элементы, которые мы с Егором не выполняем, потому что Егор считает, что они лишние, мы делаем самый эффективный набор упражнений. Ну, вот здесь я скажу, я не считаю, что плеометрика лишняя, просто мы с Аллой по моим ступеням работаем, нарабатываем определенную силовую базу, но ты же знаешь, что сам мой тренинг, кто достиг уже определенных силовых показателей, он очень разнообразен в плане периодизации. Конечно. Я за периодизацию нагрузки и сам делаю вообще все, что только можно. Но, видишь, все равно даже на этой ступени, когда мы наращиваем силовые показатели, вот даже мне, ты знаешь, усидчивому и дисциплинированному человеку, наверное, никто к тебе так ответственно не ходил на тренировки, как я, даже мне, вот когда я занимаюсь без Егора, мне хочется что-то другое. Я себе бёрпи вставляю, я себе вставляю какие-то прыжки, даже ланчи, хотя знаю, что с моим сколиозом это не лучшее упражнение, но я не беру нагрузку, я точно так же делаю ланчи в прыжках, выпады в прыжках, да, какие-то там захаживания на скамеечку. То есть, ну, хочется, особенно девчонкам, я понимаю, да, и парням тоже. Поэтому я на самом деле за то, чтобы ходить в тренажерный зал и делать, может быть, вашу тренировку не на 100% эффективной, а на 80-90% эффективной, это и ходить всю жизнь. Это лучше, чем отходить 3 недели, психануть и забросить это навсегда, потому что я такие примеры знаю. Ну, это вот чисто от меня. Ну, я почему не сторонник такой, и я вот в этом плане очень твердолобый, я очень много учеников из-за этого теряю, но мне всё равно. Я проповедую то, что, придерживаюсь, вернее, того, что пропагандирую, и считаю это очень важно. И я считаю, что если человек не понимает, и он бросит занятия там через 3-4 недели, поверьте, он бросит, и чем бы он ни занимался в тренажерном зале, потому что это не его. Практика моя 30-летняя это показывает. Конечно, многие тренера в первую очередь думали именно только о заработке, поэтому придуман вот этот индивидуальный подход, это моя точка зрения. Все знают, что в любом виде спорта есть теория, есть методика, методология, и только бодибилдинг считается суперкосмическим видом спорта, где каждый человек с разной планеты. Ему нужен определенный тренинг, определенные, получается, значит, медицинские препараты. Но здесь я скажу точно по питанию, что вот в питании действительно все мы настолько разные, Алла тоже не даст соврать, что разные режимы питания совершенно по-разному действуют на других людей. Но поверьте мне, в тренинге то, что приседания, тяга, подтягивания и брусья эффективны для абсолютного большинства, это 100%. Ведь посмотрите вот на Аллу, посмотрите на девочек, которых я тренировал для соревнований, на ту же Таню Теджин, на Юлю, которая выступала недавно, мы показывали вам, с ней целый видеоурок делали. Вы все видели, что все они тренируются по моим вот этим сокращенным программам тренинга. Почему я даю сокращенные программы тренинга? Только по той простой причине, вот Алла сказала, ну что небольшое количество, потому что, друзья, вот представьте, вы роете яму, да, чтобы достичь, к примеру, какой-то цели. Я рою одну ямку, а вы роете пять. Кто быстрее дойдет до цели? Так какая разница, что вы делаете там 20 упражнений или делать три упражнения? А разница такая, что вы распыляете свои силы. Вместо того, чтобы концентрировано, как капелька, точит камень, бить и двигаться вперед, вы распыляете это все, отодвигая свою цель, свои цели и задачи, грубо говоря, вы от себя отодвигаете. Это неплохо. Если вы ходите в зал для здоровья, просто многие сейчас ходят по тому, что это модно, стало модно верить в Бога. Хорошая мода, кстати. Это мода хорошая. Ходить в спортзал не самая плохая мода. Но я знаю людей, которые имеют там пять абонементов, самые дорогие клубы и вообще никогда не ходят. Но, видать, модно иметь просто абонемент. Залы это любят. Да. Но расскажи тогда теперь, с чем ты не согласна, что тебе, к примеру, может быть, не нравится в моем подходе к тренингу? С чем ты, к примеру, категорически не согласна? Есть такое? Ну, слушай, если бы я категорически с чем-то не была согласна, я бы этого не делала. Но тебе приходится, ведь оплатили за год занятий. Нет, нет, нет. Ну, смотри, давай будем откровенны. Мне, например, не совсем подошла та система питания, которую ты мне... Нет, мы говорим только о тренинге. Нет, ну я тебе просто говорю, то есть я тебе сказала, что, Егор, я буду сама. Питание индивидуально. И на самом деле, в основном, ко мне приходят люди, их мало интересует, я тебе уже говорил, питание. Редко кто приходит, кому нужно конкретно и питание давать, и тренинг. В основном приходят только те, кто уже занимался у других тренеров, и у кого нету результата. Давай говорить именно только о тренинге, потому что людям будет интересно твой опыт именно. С чем ты не согласна, что тебе, к примеру, не помогло. Не будем говорить о питании. Потому что, как мы поняли, питание – это сугубо индивидуальная тема. Есть такое вообще, что-нибудь, что тебе с чем-то не согласна? Нет, с чем конкретно не согласна, я уже, в принципе, сказала. То есть я считаю, что если человеку становится скучно... А, то есть он может разнообразить тренера? Надо чуть-чуть разнообразить. И это не с целью, как тренера, удержать клиента. Это с целью клиентам, людям, которые приходят к нам в тренажерный зал. От нас иногда нужна не просто сухая тренировка, нужна мотивация, нужна помощь, нужна поддержка. И если, как бы, эта поддержка может выразиться в том, что человеку нужно внести определенные коррективы, просто чтобы у него опять глаза загорелись, то я, как бы, считаю, это нужно делать. Но об этом можно спорить бесконечно. И люди разные абсолютно. То есть мне этого было не нужно. Я нормально себя абсолютно чувствую. Я легко, извини, вот могу здесь сразу контраргументы сказать, почему так не надо делать. Потому что... Ну ты их уже сказал. Нет, 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 с научной точки зрения теперь, смотри, если ты постоянно, ну не ты, а человек, я там, или вообще кто-то, пришедший в тренажерный зал, или вообще занимающийся неважно чем, находит мотивацию во чем-то внешнем, к примеру, увидел какой-то ролик, да, посмотрел чей-то пример, прочитал книгу, увидел киношку какую-то, то ты же понимаешь, что это все внешнее, в тебе нет этой внутренней мотивации. Да, мы как раз таки о внутренней мотивации говорим. Ее нужно, эту внутреннюю мотивацию можно только грамотным, правильным тренингом. И когда ты видишь, что результат к тебе приходит, а ты не просто топчешься на месте. Ну понимаешь, да, что внешняя мотивация, она будет как раз таки раздражителем временным. Смотри, то, какой тебе сейчас аргумент дам, и то, с чем я с вот этой программой в чем-то не согласна, в том, что разнообразие, о котором я говорю, это не только, чтобы человеку весело было, да, не только исходя из этой серии. Вот скажи, мы с тобой не делаем ланч, вообще практически не делаем, мы их за год делали, наверное, раз в два. Пару раз, да. Да, пару раз. Да, у меня есть определенный нюанс по сколиозу, но можно их делать с небольшим весом, но тем не менее делать, да, то есть это одно из упражнений, которое считается, ну, просто... Мы его не делаем. Потом, жим, платформы, лёжа. Мы делали только в тренинге на промежуточные, по-моему, волокна тоже несколько раз. Дальше. Потому что оно гораздо менее эффективно, чем приседание. Но оно тоже эффективно. Но если сравнивать... Правильно, немножко другой угол. И вот, ну, я могу вот так вот продолжать, то есть, да, ты выбираешь самое... И жим ногами нехороший пример, потому что это совершенно разные упражнения по эффективности. Приседания, если брать за 100%, то жиму ногами 60 всего можно дать. Что я хочу сказать, что выбор твой упражнений, да, он эффективный, он классный, но есть ещё... Но он ограниченный. Но есть ещё очень много эффективных упражнений, и я знаю, что они рабочие, да. Когда-то я их сама делала, то есть я к тебе пришла не совсем как бы... Ну, разжё. И какая-то мышечная композиция у меня уже была на тот момент. И я их сама делала, и я знаю, что они эффективны. То есть, ну, сейчас не будем ходить в детали, они есть. Я думаю, ты согласишься, что есть как бы, ну, масса упражнений, которые ты, подавая что-то одно, вот мы их ограничиваем. Вот у меня весь год был вопрос, а где желанчивый, правда? Где желанчивый? Ну, и по паре других упражнений у меня тоже был вопрос. Ягодичный мостик. Маловато мы делали, но вот как мне кажется. Вот я своим клиентам чаще даю и ланчи, и чаще даю и ягодичный мостик. Вот если говорить про ноги, да, то вот эти два упражнения я считаю шикарными. Наверх я бы больше, наверное, вот уже самой себе сейчас хотела изоляции. То есть мы продолжаем наращивать силу, но я даже знаю, что у меня, ну, в принципе, вот верх, наверное, у меня сильнее, чем низ. Мне низ больше даётся, да, там даже вот по роликам можно видеть, что у меня как-то верх такой более... Ну, я согласна, что шикарно... Согласись, мы делали такое ограниченное количество упражнений наверх, но насколько он у тебя хорошо тоже спрогрессировал? И плечи, и спина, и трицепс? Абсолютно, да, но он у меня и раньше хорошо прогрессировал, когда я работала наверх фактически только на изоляцию. Поэтому, ну, вот у меня сейчас он в голове, а если, вот у нас, допустим, три тренировки, мы делаем две тренировки на низ, одну тренировку наверх чаще всего. А если я добавлю, ну, ещё одну тренировочку, изолировано наверх, мне кажется, что вообще будет шикарно. Но здесь изоляция, изоляция для того, кто не использует анабрических гормонов, полезна только в том случае, если её делать в режиме статодинамики, как учат силуянов. Если это делать просто, она не даст результата вообще-то абсолютно никакого. Просто будет как, ну, полезно подвигаться, а в плане прогресса ноль. Нет, ну, статодинамика ты имеешь в виду, когда мы 40 секунд... То есть нужно будет 30-40 секунд нужно будет выдержать, да, то есть дойти до мощного жжения, перебороть, сделать 3-4 повторения сверх этого жжения. Вот тогда изоляция... Хорошо, что тренинг, когда вот мы делаем на 20-25 повторений, это ж немножко другой динамики работы. Ну, они важны, всё равно получается... То есть это плюс-минус то же самое, да? Плюс-минус то же самое. Ну, вот это же даже многоповторка-то, по сути. Ну, да. А Силуинов об этом и говорит, что бодибилдеры, как бы, таким эмпирическим путём дошли дальше. Просто мне кажется, что как бы аудитория, ребята могут понять, что они же знают твои ролики, и я вот тоже очень знакома с подходом Сильянова, мне он тоже близок, понятен, поэтому мы с Егором на одном языке общаемся. То есть когда ты, грубо говоря, работаешь в маленькой амплитуде, всё время под нагрузкой, да, это один вид. Но если вы работаете даже в полной амплитуде, но 20-25 повторений и доводите мышцу до того же состояния, когда надо потерпеть, перетерпеть, то это очень схожий подход. И опять вот ещё один очень немаловажный факт, о котором нельзя забывать, что это даже не по силуянному, это физиология. Если вы работаете от 75% до 80% от разового максимума, то вы включаете максимально, рекрутируете максимально возможное количество мышечного волокна и гликолитического, и окислительного. Но гликолитическое будет получать тренированность, окислительное нет, потому что в окислительном волокне не смогут дойти, митохондрии будут пережирать. И вот о чём я говорю. Когда мы работаем в полную амплитуду на большое количество повторений, мы работаем в той же статодинамике, но на гипертрофию гликолитических волокон. А вот ограниченную амплитуду нужно делать для того, чтобы создать вот этот тренировочный режим именно в окислительном волокне. То есть, если ты понимаешь, к примеру, что для чего ты делаешь, то да, можно работать и в изоляции, и, скажем, в базовом тренинге. Но как ты видишь, и даже вот научные исследования показывают, что базовый тренинг у нас всё равно гораздо эффективнее. Быстрее, да, эффективнее. То есть, ну там вот что интересно, как бы действительно, что обе группы в итоге пришли к похожим результатам. Просто группа, которая занималась в силовом режиме, потратила на это гораздо больше времени, как и на тренировку, так и времени в плане того, что там пришли результаты через три недели, там еще результаты через три недели. А вот то, что понизился уровень холестерина, говорит о том, что гормональная система давала больше отклик всё-таки от силового тренинга. О чём это говорит? Что стресс для организма, положительный стресс был лучше. Ну, конечно. Но это и то, почему нельзя всё время заниматься силовым, правда? А нельзя заниматься ничем одинаковым. То есть, вот меня... Вот, сам же говоришь. Меня больше всего удивляет, что люди, что лучше. Друзья, лучше, когда вы делаете всё, потому что вы максимально даёте развитие всему вашему организму. Так что вот такой получился ролик, не будем вас больше грузить, надеюсь, вам было интересно. И если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите, к примеру, ещё увидеть наши совместные ролики, пишите обязательно ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой инстаграм и на инстаграм Аллы. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Обязательно поделитесь этим роликом в своих соцсетях, поставьте лайк. Если вам что-то не нравится, если вы с чем-то не согласны, ставьте дизлайк, пишите только конструктивно, почему вам, что вам не понравилось. Это всё нормально. И то, и то помогает разбиваться каналу. И обязательно нажмите на колокольчик, если не хотите пропустить следующие видео. Всем пока. Спасибо, Алла, что пришла. А я, прежде чем попрощаться, хочу на самом деле сказать Егору спасибо за этот год. На здоровье. Потому что, действительно, он мне прежде всего, за что хочу сказать спасибо, это за ту смелость и уверенность в себе, которую он мне дал изначально, может быть, потому что он такой большой и сильный. Я поверила, что с ним не страшно приседать и спустя год действительно не страшно. Но ты полюбила приседать? Тебе это нравится уже? Вот мы сейчас, если разойдемся с тобой, ты будешь продолжать приседать? Да, буду продолжать приседать. Почему я не любила? Потому что для меня это действительно было сложно. И мой страх, и Егор знает, о чем я говорю, у меня до сих пор вот этот страх положить штангу куда-то не туда в область шеи. Прям как бы совсем это у меня, ну такой барьер психологический. Поэтому, какой тренинг, сколько подходов, что мы кушаем, это все важно и нужно. И я думаю, что будем в дальнейшем общаться, дружить и спорить. Конечно, в этом споре рождается истина. Споре рождается истина, да. Но за что огромное спасибо, это за то, что ты и мне, и я знаю своим терпичикам, у которого действительно проблемы со здоровьем, даришь вот эту уверенность. За что хотелось бы еще раз сказать спасибо, это за то, что вот людям, у которых определенные есть проблемы со спиной, Егор дает уверенность, потому что не нужно бояться, нужно идти в тренажерный зал, нужно помогать своей жизнью и говорит, объясняет, как это правильно сделать. Это действительно очень круто, за это я благодарна. И я за этот год, наверное, увидела такие результаты, которых не видела за год никогда. Наверное, они могли быть больше, да, потому что мы немножко сбивались, мы переходили на другие типы тренинга, у меня были травмы, наверное, они могли быть больше. Но когда ты будешь с собой доволен, наверное, тогда ты остановишься. Поэтому я не довольна своей формой на сегодня, я буду работать дальше, но я очень довольна своей формой на сегодня, если сравнивать ее с тем, какая форма была у меня год назад. За это спасибо большое. Но самое для меня большое, я знаю, то, что муж остался доволен этим годом. Да, начиналось с того, что муж мне искал тренера. Да, муж доволен. Муж доволен, счастлив, любим. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека. И ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак фитнес». Почему она так называется? Вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok